Всем привет! Меня зовут Наталья Таганова. Я работаю бизнес-аналитиком в компании GlowBite. Мой доклад называется «Обзор библиотеки ConML. Идеи и реализация». Большое спасибо за возможность выступить. Напомню, что в этом треке мы обсуждаем такие вопросы, как понять эффект воздействия, если у нас не было АБ-тестирования, либо если было оно проведено не идеально. Например, у нас есть продукт, мы внесли какие-то изменения, например, добавили какую-то новую услугу. И после этого выручка выросла, и мы хотели бы понять, связано ли это с нашими изменениями, или это можно отнести на счет чего-то другого. Мы могли провести АБ-тестирование, но потом оказалось, что группы были недостаточно гомогенными, но все равно хотелось бы сделать какие-то выводы из уже проведенного теста. Другой момент, что иногда мы также хотим посчитать, мы протестировали что-то на маленькой группе, и дальше мы хотели бы знать, если мы сделаем такое же предложение или проведем такую же коммуникацию со всеми клиентами или со всеми потенциальными клиентами, каков будет эффект. Либо, например, более такой инстинкнометрики, у нас есть два, есть школы, мы их условно разделили на две группы какие-то, возможно, группы были неравными. Одну из групп мы предложили горячие завтраки, а другой нет. И теперь мы хотим знать, какова успеваемость детей в зависимости от того, был ли у них горячий завтрак или не было. Школы не одинаковые, они находятся в неодинаковых районах, различное благосостояние у родителей, да и школьники сами не очень одинаковые, но все равно нам хотелось узнать эффект. И в предыдущих докладах трека мы видели, что так условно можно разделить на два подхода. С одной стороны, causality и такое имя, как Джуда Перл, который борется с фразой correlation is not causation. И с другой стороны, методы из эконометрики. То, о чем я буду рассказывать, будет скорее о второй части, а к Джуда Перл немножечко вернуть в конце. Икона мэйль библиотека от Microsoft, она open source, документация, github. Библиотека работает как обертка для эскалерна, либо для других алгоритмов. В основе библиотеки легло две дюжины научных статей, и мы можем условно разделить и статьи, и то, что есть в библиотеке, по такому принципу. Связано это с эконометрикой или нет. Все, что связано с эконометрикой, либо основу методов double machine learning, double robust learning, meta learners и инструментальные переменные. И вторая часть статей, она больше связана с forest-based estimators, то есть все, что связано с лесом. И также, каким образом мы можем получить доверительные интервалы в оценке эффекта воздействия, treatment эффекта. И в основном там будет справа. Содержание моего доклада. Сначала я чуть-чуть расскажу о том, что происходит в эконометрике, какие подходы. Дальше о том, что такое библиотека ICON ML. И вместо заключения несколько слов о том, как она связана с библиотекой Dubai. Значит, в эконометрике в основном хотим понять эффект воздействия от чего бы то ни было. Это у нас здесь тета от x. Одно из направлений это будет фиксация co-founders. Если вернуться к примеру с завтраками и со школьниками, то я предлагаю такой кофандер как благосостояние родителей. Потому что дети из более обеспеченных семей всего скорее получают завтрак горячий дома с утра. И поэтому наличие или отсутствие завтрака в школе не повлияет на их успеваемость. Тогда как дети из мало обеспеченных семей возможно не каждый день получают завтрак. Поэтому влияние может быть больше и таким образом это и есть кофаундер. Это что-то такое, что у нас влияет на x и на y. Следующий момент это инструментальные переменные. И инструментальная переменная мы ее должны самостоятельно подобрать. Это такая переменная, которая до воздействия шла параллельно. То есть либо повышалась, либо понижалась параллельно с целевой переменной. Немножко подробнее об инструментальных переменных рассказывал Филипп Картаев в прошлом году. Другой подход это difference in difference. При difference in difference мы не подбираем инструментальную переменную. По сути она у нас есть. Это контрольная группа. И мы сравниваем эффект воздействия на целевой группе относительно того, что происходит с контрольной. И относительно того, что происходило в период до воздействия. Подробнее об этом также рассказывал в прошлом году Дмитрий Архангельский. В эконометрике и в машинном обучении по-разному смотрят на данные. В машинном обучении x это просто x это все переменные, которые у нас есть. И есть льва y. В эконометрике мы делим x на treatment непосредственно на x и на co-founders. Вот в этом моменте обычно задают вопрос, делим ли мы самостоятельно, выделяем ли мы самостоятельно co-founders или есть какой-то волшебный способ. Волшебного рабочего способа пока вроде бы нету, но в прошлом году Ирина Голощапова рассказывала об подходах, где машинными методами выделяются co-founders. Во всем, что я буду здесь рассказывать, co-founders мы должны выделять самостоятельно. Разделение и вот эти махинации с x и деление его на части связано с попыткой выделить, элиминировать или как-то изолировать так называемый нюсанс-параметр. Как правильнее сказать? По-русски я точно не знаю, но объясню, что такое нюсанс-параметр. Нюсанс-параметр это такой шумовой, слегка мешающий часть в любой переменной, которая может привести к смещенной оценке тритмент-эффекта. Представим себе, что есть два брата-близнеца, и поэтому их внешность должна быть полностью идентична, но один из братьев на два сантиметра выше. И мы не можем это никак объяснить, и вот это и есть такой шумовой параметр, эти два сантиметра. И наша цель в дальнейшем, все махинации, которые будут происходить, отчасти их цель это минимизировать влияние этого параметра на оценку Average Treatment Effect или Conditional Average Treatment Effect. Откуда мы знаем, что все методы, о которых пойдет речь, работают? В статьях научных есть доказательства, мы их здесь не будем приводить, а другой способ это тестирование методов на искусственных датасетах. Здесь представлена схема искусственного датасета из работы Эдина 2018 года, где он тестирует подход за difference loss. Подхода за difference loss в библиотеке нет, о нем можно почитать у Эдина. Но там также идет оценка Treatment Effect. Что мы здесь видим? Мы видим целевую переменную, мы видим Treatment по серединке, и мы видим почти две дюжины переменных x, которые, часть из которых связана между собой, и часть из которых связана одновременно и с x и y. И когда мы генерируем такой датасет, то, соответственно, дальше есть возможность протестировать эффективность. Переменные u это коэффициенты, которые одновременно влияют на несколько x. Первая группа методов это Double Machine Learning. Double Machine Learning основывается на статье Виктора Черножукова из авторов 2016 года, но у нее будет ссылочка дальше. Один из авторов Эстер Дифло, она получила Нобелевскую премию, правда не за эконометрику. В чем важность этой статьи? Потому что на нее будут ссылаться и другие исследователи, которые подбирают методы для оценки Average Treatment Effect. Статья означена своим подходом, о которой мы расскажем, а также доказательством того, что оценка Тринд-эффекта не смещенная, если мы используем расчет на сэмплах. То есть все, что будет в этой библиотеке, оно будет рассчитываться на фолдах. Что происходит? Опять же, наша цель оценить Conditional Average Treatment Effect. Вот здесь вот это от X будет. И что мы делаем? На первом шаге, шагов будет три, на первом шаге мы предсказываем Y, исходя из X и исходя из CoFounders. Если мы вернемся к нашим завтракам и детям, то получается, что успеваемость в школе мы предсказываем относительно каких-то характеристик ребенка. Например, возраст, пол, размер класса, размер школы, успеваемость до этого, регион проживания. И CoFounders, благосостояние родителей. На втором шаге мы предсказываем treatment, то есть получил ли ребенок завтрак или нет, опять же, на основе тех же самых показателей. Дальше мы вычитаем из факта предсказанное. Мы получаем Y-Head Treatment Head и потом прогоняем регрессию, чтобы предсказать одно, исходя из другого. Я говорю регрессия, но, в принципе, может быть любой другой алгоритм. Что мы получаем на выходе? Да, минимизируется MSE в этом случае. В ряде других алгоритмов будет другая ошибка. Что мы видим в коде? Мы подтянули DML, Double Machine Learning, из эскалюарной LAS, Gradient Boosting Aggressor. Дальше мы указываем, что вот у нас метод DML. Мы указали, какая у нас будет первая модель по расчету Y, какая у нас будет вторая модель по расчету treatment, и какая у нас будет финальная модель. Они могут быть разными. И дальше мы оцениваем эффект. Что мы получаем на выходе? Одно из того, что можно получить. Я беру пример из ноутбука Customer Segmentation. Он есть в библиотеке, в документации к библиотеке. Там X состоит всего из одной переменной. Это income. И в расчетах она берется как сама по себе, так и в квадрате. Что мы рассчитываем? Сначала посмотрим сюда вот вниз. Опять же еще раз то, что мы хотим рассчитать тету. И тета от X у нас состоит из двух компонентов. И библиотека выдает нам значение Cape Intercept Condition Average Treatment Effect. И тета от X состоит из него и из второго компонента, который так условно можно объяснить, что у нас есть более склонные к тритменту и менее склонные к тритменту. В случае, например, со школьниками, школьники соответственно, на основе их каких-то личных характеристик. Что мы получаем? То есть сначала мы получаем для каждой переменной, которая у нас в X, параметры оценки этого эффекта. Если P-value меньше 0.05, то значимая переменная. Есть Z-statistics параллельно с P-value. И есть верхний и нижний уровень доверительного интервала. Есть стандартные отклонения. Для каждого дальше обобщенно для всех мы получаем то же самое. И вот основное вот здесь вот будет Point Estimate of Cadence. Методы... Сейчас я вернусь на два шага назад. То есть в рамках DML есть несколько методов. И в коде это будет означать, что вот здесь вот мы можем указать не DML, а, например, что у нас будет третья финальная модель. Будет линейная регрессия. То есть линейная она может быть. Может быть спарс-линия DML там будет выше регуляризация. Она основывается на работах Вульмана и Ван Дегира. Может быть, kernel DML, non-parameter DML. Там будет минимизироваться другая ошибка. И о Лесе я поговорю отдельно. Для каждого из методов в библиотеке можно посмотреть на условия, при которых он оптимально работает. Условия будут такими, как какой вид тритмента любой, бинарный, реальный, линейный или не линейный тритмент, поддерживает ли метод доверительные интервалы и ряд еще других параметров. Различия в подходах, которые есть, они частично базируются на предпосылках о том, что мы думаем о том, как выглядит функция θ от х. это постоянная величина или это линейная функция. Например, Черножуков в своей статье 2016 года исходит из того, что он низкоразмерный. В более поздних работах он исходит из того, что он высокоразмерный. И другие исследователи исходят из того, что это не параметрическая функция, и поэтому все методы с лесом оптимальны для расчета именно расчета Conditional Average Treatment Effect именно в таком случае. Следующая группа методов – это Davler Obust Learning. Эти методы существуют где-то два десятилетия. Они также состоят из двух компонентов. Посылка такая, что у нас есть прямой метод, Direct Method, когда мы предсказываем X исходя из treatment X и co-founders, знаем значение его, и потом вычитаем значение тех, кто не получал treatment, соответственно, и получаем разницу. В таком подходе мы не сможем понять разницы по субгруппам. Что это значит? У нас есть, например, возвращаясь к примеру с детьми и завтраками, есть субгруппа детей, которые проживают в сельской местности, и вероятность для них, что они попали в программу по горячим завтракам, была, например, намного ниже, но при этом эффективность этих завтраков с точки зрения роста успеваемости была выше. И вот при таком расчете мы не сможем это учесть. Учесть же мы это сможем при inverse propensity score, где учитывается вероятность, в принципе, получения тритмента той или иной субгруппой. Далее два этих подхода, они объединяются вместе и уже на их основе третьим шагом рассчитывается с conditional average treatment effects. В double robust такой же самый подход по методам в библиотеке, то есть есть непосредственно сам метод такой рамочный, где мы можем все три шага указывать разные. Ну, у нас категориальные, там есть некоторые ограничения по методам, которые мы можем использовать. Дальше мы можем, последний шаг может быть линейная регрессия, линейная регрессия с большей регуляризацией, лес и последние два метода, они базируются немножко на других работах. Там изначально расчеты происходят точно так же, но минимизируется другая ошибка. Тритмент тайп всегда должен быть категориальным и в некоторые методы допускают, что у нас X высоко размерный, high dimensional. Следующая группа методов, составные части, которые были здесь, это подходы с лесом. То есть, когда у нас последняя рамочная модель, это лес. И здесь есть три подхода. Орфагональный random forest, causal forest и forest double robust learn. Чем они все отличаются? Во-первых, они исходят из того, что непараметрическое влияние функции theta от X. Дальше допускается большое число переменных. Оценка базируется на обобщенном методе моментов. В ортогонале random forest, в causal forest нет. Базируется точно так же, как и в double machine learning. Дальше. На последнем шаге в ортогонале random forest там будет больше регуляризация при построении леса. И еще используется такой подход, как on-s3. Это когда мы берем два сэмпла. На одном сэмпле мы строим само дерево, а на втором сэмпле мы рассчитываем значение по листочкам. И потом мы эти два сэмпла меняем и строим еще одно дерево. Так, вроде бы по лесу все рассказал. Мета-лернерс, они четыре метода и они базируются на статье Кюнцеля 2017 года. Первые два, t-лернер и s-лернер, они фактически схожи с методом direct method, о котором была речь в double robust. Первый, у нас есть значение y, когда был тритмент, и когда не было тритмента. Мы вычитаем одно из другого, получаем. А при s-лернер у нас тритмент идет как фича. Мы его добавляем. x-лернер отличается, поскольку здесь мы смотрим на conditional average treatment effect on the treated и отдельно на on the controls. Здесь несколько шагов по расчету. Само описание взято из библиотеки, как и предыдущее, а картинка из статьи Кюнцеля. Посмотрим вот сюда. Вот это у нас первый шаг. Мы предсказываем y, то есть строим регрессию. Скажем, что это регрессия. Вот здесь построили у нас синенькие, это те, кто получили тритмент, а красненькие те, кто не получили тритмент. Построили две линии. Окей, дальше мы отнимаем одно из другого и получаем второй шаг вот здесь. И получаем вот здесь вот эту уже картинку. Отняли. Из каждого наблюдения отняли μ0. От μ1 отняли y0. Окей, получили значение. И на третьем шаге мы проводим линии и уже на их основе вот здесь вот это. Тритмент получаем. И дальше мы его взвешиваем относительно вероятности получения. Это же от x. И получаем таким образом тритмент эффект. То есть у нас идет сравнение с теми, кто получил и теми, кто не получил тритмента. Домейн Adaptation Learner схож в своем подходе с xLearner. Но взвешивание происходит вот на этом шаге здесь. И дальше тоже берется соотношение. Инструментальные методы. Инструментальные методы я бы сейчас поделила на две части. Вот то, что слева и то, что справа находится. Слева это Deep Instrumental Variables и SIF. И они идентичны идеей на подходы стандартному с инструментальными переменными. А справа это подходы, когда мы в Double Machine Learning и Double Robust можем добавить инструментальную переменную. Во втором случае, как это происходит, мы в Double Machine Learning добавляем еще одну регрессию. У нас получается их там не 3, а 4, либо это какой-то другой алгоритм. А в Double Robust мы добавляем инструментальную переменную в Propensity Model эту информацию. И производим расчеты. Инференс. Практически все методы позволяют получить доверительные интервалы по оценке. И во всех практически можно использовать Bootstrap. Если у нас последняя модель регрессия, то это будет Ordinary Squares Inference и Device Class Inference с большей регуляризацией. А для леса можно использовать Bootstrap of Little Bags. Он основывается на статье FFA Generalized Random Forests 2019 года. Но там написано, что сам метод существует дольше. Это когда мы оцениваем... При Bootstrap мы вытаскиваем намного меньше данных. И используем не весь датасет. И почему это работает, объясняется в этой статье. Расчеты, соответственно, идут немножко быстрее. Теперь несколько слов о том, как эта библиотека EconML связана с библиотекой Дувай. Идейно Дувай более близок к подходу Джуда Перла. Если вы посмотрите семинар Microsoft, в котором ссылочка есть внизу, в первой части будут рассказывать именно идейные основы. Но я бы воспринимала ее как такую небольшую еще одну обертку, как EconML, которая сверху идет. Во-первых, сначала мы можем сделать вот такую визуализацию, как здесь представлена. То есть связь разных переменных с treatment и с целевой переменной. Нужно все задавать самостоятельно, но библиотека прессует. И вторая часть, которую эта библиотека делает, она дает нам возможность проверить эффективность наших расчетов. Мы рассчитываем, пытаемся понять, что было бы, если это не фактическая реальность, а потенциальная реальность. И, конечно, иногда у нас мы можем проверить на факте, если мы уже знаем, и потом уже экстраполировать на какие-то реальные данные. Также у нас в моделях EconML есть скоры на его основе, на трене, на тесте мы можем как-то провалидировать модель. Ну, а Дувай предоставляет такую возможность, как заменить treatment случайным образом и еще раз прогнать все расчеты и посмотреть, будет ли у нас что-то меняться или не будет. Мы можем добавить какие-то переменные, можем уменьшить выборку. И вот на основе таких преобразований посмотреть, насколько стабильно или нет. То есть, если особенно ничего не меняется, если мы что-то меняем в датасете, а результат не меняется, то это повод задуматься, правильно ли сделаны расчеты и правильно ли оценен эффект воздействия. Спасибо за внимание. На этом все.